Здравствуйте! Представься, пожалуйста. Меня зовут Егор, мне 18 лет, я молодежный активист. Егор, скажи мне, пожалуйста, сколько лет ты живешь с диагнозом ВИЧ? Скорее всего, с рождения, но обнаружили его в 13-й год. Когда все было плохо, да. Вот я бы хотела знать твое мнение, что тебе дал наш вот слет этот, на котором ты сейчас присутствуешь? Я наконец-то здесь открыл свою душу, я наконец-то полон силы. Я узнал много для себя новой информации, которую не могу дать в обычных лагерях или в школе. Радует то, что здесь такие же люди, как и я. И ты понимаешь, что ты работаешь, ты показываешь им, что вот здесь вот с нами вы можете открыться. Мы такие же, как и вы. Летний слет для ВИЧ-положительных подростков впервые работает в Приморье этим летом. Для детей, многие из которых воспитываются в детских домах, в неполных или многодетных семьях, это не только возможность хорошо провести каникулы. На слете каждый подросток смог быть самим собой, не бояться осуждения по причине наличия у него ВИЧ. Именно это помогает ВИЧ-позитивным подросткам более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. На студии сегодня Светлана Изамбаева, руководитель благотворительного фонда Светланы Изамбаевой. Здравствуйте, Светлана. И Елена Войтовская, врач-психотерапевт Центра СПИД. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что перед тем, как организовать слет, возникало немало сложностей, но с ними удалось справиться благодаря неравнодушным людям, которых оказалось очень много. Я думаю, сейчас стоит о них сказать. Да, конечно. Мы когда задумали этот слет, а как вы понимаете, слет чисто благотворительный, потому что государство и так много делает в этом направлении, но это уже инициатива такая общественная. Мы обращались в очень многие организации, к сожалению, многие нам отказали или просто отмолчались. И потом вот так сложилась судьба, какую-то сумму мы смогли собрать, но слет был под угрозой. В июле месяце слет был просто под угрозой, потому что мы не набрали даже половины той необходимой суммы для организации этого слета. Ну и потом на наше счастье нам встретились две удивительные девушки, которые взялись, как говорится, за дело. И мы вот когда шли сюда, мы думали, может быть, поблагодарить конкретно каждого, но это просто невозможно. Сколько людей откликнулись на нашу эту просьбу с какой-то, это больше сотни человек, даже больше двух сотен человек, которые переводили нам деньги на организацию этого слета. Причем суммы были разные, от 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч и до 8 рублей. Я даже не знаю, какие вклады мне дороже, потому что когда 8 рублей, может быть, у человека последние эти деньги, но это их заинтересовало. И вот благодаря такой помощи неравнодушных людей нам удалось этот слет осуществить. Ну, этот слет не первый в России, это хорошо, есть уже опыт в нашей стране и, безусловно, в мире. И, Светлана, вам слово. Я думаю, что для начала, если вы не против, я хотела очень, чтобы вы поделились вашей историей, которая очень вдохновляет. Расскажите нам ее, пожалуйста, а потом мы узнаем подробнее о лагере. Меня зовут Светлана Изамбаева, и я девочка, которая в 22 года узнала о том, что у нее ВИЧ-инфекция. В 22 года я была студентка в университете, училась на тот момент на экономическом факультете и думала, что впереди у меня стояли цели, планы определенные. И ничто не предвещало ВИЧ-инфекцию. Мой молодой человек не знал, что у него ВИЧ-инфекция, и, то есть, получается, мы планировали с ним пожениться, и так получилось, что я инфицировалась. И с того времени, конечно же, очень многое изменилось. Сначала это была депрессия жуткая, сначала это были мысли о смерти, что впереди ничего нет будущего, ничего хорошего, что у меня никогда не будет детей, что это стыдно, это страшно, страшно об этом вообще заговорить с кем-то. Конечно же, благодаря поддержке врачей я съездила на первый форум для ВИЧ-положительных людей, и там, увидев, что женщина с ВИЧ-инфекцией может родить здорового ребенка, увидев людей, которые просто объединяются по этой проблеме и начинают помогать другим людям, я поняла, что я могу себе помочь только таким образом, когда буду помогать другим людям. Я организовала сначала первую, тогда, на тот момент в моем городе, первую группу взаимоподдержки среди женщин. На сегодняшний день нашему фонду уже 10 лет, вот сегодня, как раз в июле этого года, произошла такая дата, десятилетие фонда, и мы все эти годы помогали женщинам, а впоследствии к нам начали обращаться и бабушки, опекуны, родители детей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Естественно, первые вопросы были, как так, как жить дальше моему ребенку, стоит ли создавать отношения, очень много нюансов, очень много вопросов. И тогда мы стали объединять подростков, стали проводить группу взаимоподдержки для подростков. И это тоже мне помогало в тот момент жизни, потому что я девочка, выросшая в деревне, и родители мои умерли от алкоголизма. У этих детей, у ВИЧ-инфицированных, тоже такая же судьба похожа, только их родители в основном умерли либо от наркотиков, либо они осуждены, но просто они также остаются сиротами, так же, как когда-то осталась я сиротой. Я очень рано потеряла своего папу и маму. И получается, что в какой-то степени, помогая этим подросткам, я прорабатывала свои некие психологические травмы и дальше двигалась. И самое удивительное, когда мы начали объединять подростков сначала у себя в городе, они стали рассказывать свои планы и цели, идеи, создали первую книгу, да, где дети сами рассказали свои истории. Одна подросток, девочка, 14 лет, ее зовут Елена, Лена, она просто сказала, я бы так хотела, чтобы мы объединялись не только вот нашим городом, но и с подростками из других городов, возможно, из других стран. И я ее, эту идею зацепила, я говорю, Лена, ты действительно этого хочешь? И они так на группе все высказали, да, нам бы хотелось. И после этого еще она важную мысль сказала, что я никогда не была на море. И в прошлом году вот этот первый слет состоялся на море благодаря идее и мечте одного ребенка, которое объединило мечты всех детей. И съехалось туда очень много городов, подростков из городов Российской Федерации. Не было также денег, было очень тяжело и очень сложно, но мы тогда собрали 55 человек в городе Сочи. И в этом году у нас в городе, у реки в Грузии, еще где Елена Юрьевна у нас проходила, а также была, обучение проходило и нам помогало в качестве тренера. Потому что нам очень важно, чтобы наша работа, вся программа настроена так, что это и родители, это и специалисты, это и дети. Трехсторонний компонент. И там уже было 6 стран, подростков из 6 стран и 13-14 городов Российской Федерации. Это был второй слет. И третий слет сейчас у вас в Приморском крае. И для Приморского края это первый слет. Можно поздравить, потому что действительно это в прошлом году Сочи, сейчас это море во Владивостоке. И дети, самое главное, здесь не просто получают информацию, они и оздоравливаются. Они начинают понимать, как им жить с ВИЧ-инфекцией, дальше создавать отношения в будущем. И это качественная жизнь. Одна из главных, наверное, пожалуй, главная задача лагеря, как мы сказали, научить этих детей жить полноценной жизнью, не чувствовать себя неполноценными, правда? И как раз то, что вы сказали, когда вы узнали о своем диагнозе, вы чувствовали депрессию. А когда ребенок, он в подростковом возрасте, это ведь наверняка вдвойне сложно. Какова программа лагеря? Я так понимаю, что, конечно, она и образовательная в том числе, по большей части, наверное. Расскажите о ней, пожалуйста. Да, ну, как бы, чтобы зрители понимали, что это не развлечение, это не просто там отдых на море, это не курорт. Это будет полноценное занятие, очень такие интенсивные, и мы ставим несколько задач. И пригласили мы на этот слет не только подростков, а мы пригласили их родителей, потому что, к сожалению, проблема заключается вот ребенок-родитель, да? Это и принятие своего диагноза, это умение жить в обществе, это безопасно вести себя в обществе для общества, да? И самая главная цель – это лечение, потому что лечение у нас пожизненное, лечение требующее высокой самодисциплины. Вспомните все себя и себя подростками, да? Это вот очень большая проблема. А если наши подростки не будут правильно лечиться, это, ну, во-первых, это и риск для их партнеров, а самое главное – их гибель. Вот, и для того, чтобы они жили, и жили полноценно, и создавали семьи, но и в том числе не были опасны для своих партнеров, необходимо правильное отношение к лечению. Просто скажи, пей таблетки, это не работает, это мы уже знаем. А вот когда мы на этом слете, там применяются разные технологии, игровые, психологические и так далее, они прорабатывают это все, у них совершенно меняется отношение к своей жизни. Вот и название, все просто, потому что каждый сидит и думает, что за название, все просто, да? На самом деле, как сложно, как страшно, и Света вам сказала, что и депрессия, и страх, там, отверженность, жить с этим диагнозом. А мы учим, что несложно просто жить, только есть несколько правил, которые ты должен делать, и делать себе даже вот, ну, как бы в радость и в удовольствие, тогда они несложны, и тогда ты живешь полноценной жизнью. Ну, не так просто справиться со страхом, виной, обидой, внутренними вот этими переживаниями психологическими подростку. И зачастую родители скрывают до подросткового возраста, иногда даже до 16 лет, о том, что у него ВИЧ-инфекция. И дети часто сами догадываются, но, к сожалению, не с кем об этом поговорить, потому что родители порой не готовы, или бабушки порой не готовы об этом заговорить со своим ребенком, потому что, как бы, это такое, ну, считается табу, и страшно заговорить. И тогда получается, что во время слета мы об этом впервые открыто, свободно начинаем говорить и с родителями, и с подростками. И специалисты в это время видят, на самом деле, как просто и как легко, потому что все игровые, все упражнения в игровой форме проходят. Через игрушки, через рисование, через карты, очень много медицинских. У нас практически, вот мы работаем в течение 10 дней, все 5 дней, большую часть там, это медицинские блоки, где каждый раз мы обучаем, почему же надо вовремя, не через 10 минут выпить это лекарство, когда у тебя зазвонил, зазвенел будильник, а именно вот именно в этот час выпить свое лекарство. Что происходит? Мы, как маленькие ученые, создаем лабораторию, заглядываем вовнутрь клетки и смотрим, что же там у меня внутри с моими иммунными клетками происходит. Как же мой вирус воздействует на мою клеточку? И это очень интересно и познавательно, поэтому они выходят оттуда даже будущими биологами, возможно, учеными, потому что многие говорят, я хочу изобрести лекарства, я хочу помогать другим детям, я хочу стать психологом, я хочу стать врачом. Многие ребята там именно познают о том, что что бы они хотели. Более того, у них есть возможность общаться друг с другом, делиться своими проблемами с такими же детьми, которые, может быть, где-то кому-то боялись рассказать о себе. Я так понимаю, что это тоже очень важная составляющая. Вы знаете, я часто наблюдаю такой момент, вот я спрашиваю, когда детей, а кто-то знает о твоем диагнозе, ну, кроме мамы, нет. Мы не говорим друзьям, ну, мы не за то, чтобы они шли и рассказывали, но дело-то не в этом. Они не говорят, но они себя самоизолируют, они себя закрывают в этот кокон. А здесь они знакомятся с ребятами, они начинают общаться, и они освобождаются вот от этого кокона, понимаете. Они начинают дышать свободно. То есть это не значит, что мы их на слете стимулируем, там, идти и рассказывать всему классу. Нет, об этом даже не стоит речи. Но их самоощущение меняется. И вот еще очень важный компонент работы на этом слете не только дети, но и родители. Потому что психологические проблемы родителей – это и чувство вины. А если это бабушка, это потеря мамы, которая была дочкой. Это все есть. И здесь бабушки, и мамы, и даже когда там папы иногда участвуют, они сами раскрываются. Они сами начинают по-другому воспринимать. У них с детьми налаживаются отношения. И это очень важный момент. И это очень правильно сказано, потому что это профилактика получать депрессии, впоследствии возможного суицида. И это работа на будущее человечества. Потому что дети – наше будущее. И если, к примеру, в семье есть полноценные отношения, они могут говорить, мать ребенка или бабушка ребенка, о таких сложных вещах, то тогда впоследствии он знает, что дома есть родной человек, с кем я могу поговорить о тех сложностях, которые произошли на улице. Потому что если, к примеру, дома я даже о ВИЧ-инфекции своей не могу поговорить, то тогда зачем я буду говорить о тех проблемах, которые у меня есть на улице. А здесь это научение коммуницировать очень важную составляющуюся с той же мамой, с той же бабушкой. Это профилактика суицида подросткового. Сколько на сегодняшний день именно в Приморском крае ВИЧ-положительных подростков? Ну, не подростков. У нас детей родилось, в общем, за все это время, там, 111 человек. Подростков у нас 80 с небольшим, там, 89, по-моему, подростков. Сейчас вот маленькие остальные дети. То есть это вот те первые дети, которые родились еще в 2000-2002-2003 году. Но в России более 10 тысяч таких подростков. И, к примеру, если здесь ситуация, как у нас в Татарстане, как бы сказалось, там, 111 детей, у нас в Татарстане 156 ребенок, к примеру, да, то взять и Иркутскую область, там более 600 детей. И если учитывать этот фактор, нельзя говорить о том, что, ну, ладно, там, мало детей. Нет, на самом деле детей достаточно много, потому что это многокомпонентная работа. Это работа со всей целой семьей. А что касается людей, которые не сталкиваются с этим? Ведь общество очень серьезно относится к этой проблеме в том плане, что они... Во-первых, есть очень много мифов. Мы просто не знаем очень многого, да. Во-вторых, действительно серьезно имею в виду в том плане, что они боятся. Почему, собственно, боятся дети говорить, да, потому что я читала многие истории, которые вы, в частности, публикуете, о том, что я кому-то рассказал, и все, и моя жизнь изменилась резко, кардинально, со мной меньше общаются. Насколько я понимаю, именно вот эти слеты, ведь они уже проходили, они меняют качество жизни со временем таких людей, правильно? То есть они все равно уже не боятся об этом говорить, соответственно, информируют сами же население, и население уже идет навстречу. Вы знаете, Аня, вот вы такой вопрос задали, и я как бы не сказала, когда мы благодарили людей, которые нам помогли, но интересно, когда мы собирали эти деньги, когда у нас появились вот эти две волшебницы, это две просто блогерши, такие бьюти-блогерши, которые вообще далеки от мира медицины, уж тем более спида, и, наверное, никогда они даже об этом не задумывались. И вот мы получили уникальный совершенно результат. Это не только деньги, благодаря которым мы осуществляем все, что задумали, и даже больше. А на страницах у этих девушек пошли отклики, и в том числе были отклики, как вы говорите, там, отрицательные, какие-то агрессивные, и как девчонки эти отвечали. То есть это не врачи уже, это не какая-то умная психолог, которая как бы защищает свою тему. Это просто девушка, которая занимается... А это сообщество. Это сообщество девушек, или женщин, или взрослых, которые живут вообще в каком-то своем мире, их больше интересует фитнес, визаж, что-то... Женщин больше, да. И вдруг они услышали и начали интересоваться. Понимаете, это очень важно. И когда они для себя, авторитетных для себя людей, да, услышали, ты что, ты возьми, почитай, и прежде чем ты боишься. Вы знаете, мы благодарны им очень-очень даже вот за этот эффект. То есть сегодня в Инстаграме прямо поднята такая тема. Волна такая. Волна. Мало того, стали писать, открылись люди с ВИЧ-статусом, которые стали нам писать, вопросы задавать. Они сидели до этого молча. А тут даже боялись. Мне лично стали писать, именно благодаря этим девушкам, как же так, там, в Примор... Я вот живу в Приморском крае, я бы хотела с вами встретиться. Люди хотели, узнав, что я приехала, хотели даже встретиться, поговорить, потому что для многих это возможность через мою жизненную историю увидеть себя в будущем, возможно, как жить без страха с ВИЧ-инфекцией, в плане того, чтобы даже... Потому что, в первую очередь, человек с ВИЧ, он сталкивается с внутренним страхом, внутренней стигмой. И он закрывается, вот как Елена Юрьевна сказала, в свой кокон. Он прячется от мира. У меня очень много случаев, когда люди сами увольняются с работы, к примеру, или переучиваются на другую профессию. В чём им никто ничего не говорит. Да, якобы просто я не могу работать физиком, учителем физики, я просто пойду бухгалтером теперь, потому что у меня ВИЧ-инфекции. Ну, так же, как и я, когда начинала впервые в жизни работать в спеццентре, мне говорили, вы знаете, нас надо застрелить. Ну, то есть даже такие моменты были. То есть очень большая, сильная самостигма, самовнутренний страх. И у этих детей, и у этих родителей такая же история. И получается, что благодаря этим девушкам мы реализовали две огромные профилактические кампании. Одна кампания, это вторичная, работая уже с ВИЧ-положительными семьями, работа с ребёнком, это работа с целой семьёй. И вторая кампания, это работа на профилактику, на то, чтобы женщины, которые... Ну, что мы всколыхнули вот это просто людское сообщество, хотя бы на то, чтобы поинтересоваться. Да, и замечательно, что есть неравнодушные люди, и люди, которые хотят открывать, если не знают об этом. Это здорово, что действительно такие замечательные блогеры откликнулись и удалось организовать. Знаете, для меня это просто открытие. Я, честно говоря, не представляла, сколько оказалось неравнодушных людей. Просто вот у вас здесь стойка, я не могу поклониться, но низкий поклон просто всем. Почему мы решили никого не называть, чтобы никого не обидеть? Это невозможно называть. Все отчёты, все документы, естественно, они все в открытом доступе. Поэтому это очень замечательно, что люди сейчас больше отзываются, благодарят, ну, хотят помогать, потому что это реальная работа на будущее. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервёмся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Светлана, очень важный вопрос, мне кажется, который расставит точки над «и» окончательно. Такие слёты работали в других городах России, как я говорила, и в мире. Так вот, каковы результаты уже этой работы? Я думаю, что можно подводить некие итоги. Да, в Великобритании проходит уже 10 лет такой слёт. У нас в России получается это третий. И какие результаты его? Ну, к примеру, если про наши, да, говорить, те дети, которые приехали в Сочи, закрытые, зажатые, скованные, не умеющие про это вообще ничего разговаривать, то на сегодняшний день мы знаем, что вот подросток из Ростова уже проводит в нескольких детских домах и в нескольких школах, он попросил свою маму, он сказал о том, что я бы хотел проводить тренинги, не раскрывая своего статуса, он просто рассказывает о ВИЧ-инфекции. И мама ошеломлена, она говорит, как из зажатого, закрытого, неговорящего парня вы сделали свободного, раскрепощенного, умеющего контактировать даже со сверстниками старше его. Даже на публике? Даже на публике. Получается, ребята из других городов, такие же отзывы. Есть подростки, которые, к примеру, планово ложатся в стационарное лечение. И они сталкиваются с подростками с таким же диагнозом. И вот к нам приходили сообщения и отзывы от ребят о том, что вы знаете, я рассказала вот этому, вот этой маме, этого ребенка, о том, как важно пить таблетки. И мама мне написала уже в соцсетях о том, что что вы сделали с ребенком? Он все так умело мне рассказал о ВИЧ, я тоже хочу, чтобы мой ребенок поехал к вам на мероприятие, к вам на слет. То есть ребята, именно они становятся, то есть тема обретения силы, они обретают силы идти дальше, двигаться и быть свободными. И это, конечно же, поможет им в будущей жизни, в будущей профессии. Более того, это помогает останавливать распространение болезни. Это тоже очень важно, потому что чем больше мы знаем, тем, так сказать, мы больше вооружены в этом смысле. Про Приморье, конечно, не могу не спросить. Насколько важен для нас этот слет? Для Приморья он вообще архиважен, потому что, во-первых, послать кого-то из наших детей, вы сами знаете, как трудно из-за стоимости билетов, да, и нашей отдаленности. Но у нас и сам Приморский край такой огромный, что из Лучегорска нам надо ехать до Владивостока столько, сколько лететь до Москвы. А дети наши разбросаны по всему Приморскому краю. И когда они приезжают с какого-то другого города в спеццентр, им надо посетить педиатра, и порой им там не до психологических каких-то встреч или не до груз взаимопомощи и так далее. И это очень сложно. И вот чтобы наладить эту коммуникацию, чтобы с ними проработать психологически, этот слет просто, ну, знаете, он кричал, как он был нужен для нашего Приморского края. Вот, и чтобы собрать как-то и родителей подтянуть и так далее. Вот сегодня непогода, и у нас, к сожалению, опять же из-за наших вот таких условий у нас там двое детей не приедут. Мы очень расстраиваемся. Каждый ребенок для нас очень важно ценен. Да, вот, и мы вот прямо за каждого ребенка дрожим. Это важно для наших детей. У нас таких детей достаточно много, и я еще раз говорю, послать куда-то это очень проблематично. Вот поэтому для нас этот слет просто, он, ну, очень необходим. Очень необходим. И еще именно в этом возрасте, в подростковом, они чаще всего узнают про свой ВИЧ-статус. И это тоже для них важно увидеть, таких же, как и он. Потому что впоследствии это их жизнь полноценная. Ну, во-первых, если они пьют лекарства, вот тут, понимаете, тут выгода обоюдоострая, как бы и ВИЧ-инфицированного подростка, и простого общества. Он пьет лекарства, он становится не опасен. Значит, защищенного общества. Он все знает, он свободен внутренне. Значит, он никогда не проявит агрессию, и он не поставит кого-то в условия заражения. Не обозрится. Да. Это вот, ну, если уж не будет суицида, он вообще себя сохранит, как социальная единица. Начнем с того. Он пойдет учиться работать, это, значит, наши трудовые резервы, понимаете, о которых сегодня говорим, что у нас на пенсионеров не хватает работающих. То есть тут обоюдо выгода со всех сторон. Не только подростка. Мы не только о нем беспокоимся, но мы беспокоимся о всем обществе. И в подростковом возрасте чаще всего они бросают лечение. Потому что худо-бедно, если ребенок не знал, например, до 10-11 лет, как-то родитель контролировал или манипулировал какими-то способами выпить лекарства. Но в 11-12 лет нет, я не буду пить лекарства, зачем они мне нужны. И получается, вот в этот момент, если ребенок не знает, насколько важно ему своевременно пить лекарства, то это впоследствии куча других заболеваний, потому что присоединение других инфекций. И получается, что тогда экономически выгодно, чтобы ребенок пил лекарства, потому что если он не будет пить, то это еще нужно лечить и пневмонию, либо туберкулез, или еще другие герпесные проявления, которые появятся. И это еще дополнительные деньги для бюджета. В общем, конечно, только плюсы будут в том, если будет работать регулярно этот слет, в том числе и в Приморском крае. Пусть так и будет. Я хочу пожелать вам поддержки всесторонней, которая вам очень нужна. Хочу пожелать вам удачи. И, конечно, хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете. Спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Я знаю, что у вас его катастрофически мало, но спасибо, что вы это сделали. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анна Бережная.